Мои витания, глядацкие аудитории. Меня зовут Юлия Латвиненко. Витаю вас из Киева, из США, за их, зазвичай, наш есть сегодняшний Хиборис Пинкус. Пане Борисе, доброго дня, рада вас позвать. Слава Украине! Добрый день, рад вас видеть и слышать. Героям слава! Мы коснулись с вами в одном из наших разговоров заседания Большой Двадцатки. Кстати, была проанонсирована некая формула мира, которую должна была предложить Индия. Вот я сейчас вижу, что премьер-министр Индии принимал участие в Большой Двадцатке. И, кстати, надо сказать, что все-таки вместо Индии обычного названия было название Бхарат. Нужно сказать зрителям, вдруг кто-то пропустил, это такое будущее, новое название Индии. Бхарат – это официальное, по сути, название Индии на языке хинди. И, значит, по мнению премьер-министра, ну и, собственно говоря, по мнению местных политиков, они призывают отказаться от старого названия Индия, который, по их мнению, символизирует колониальное рабство. Вам удалось следить и наблюдать за сегодняшним заседанием? Какие у вас ожидания от этого саммита, от встречи Большой Двадцатки? Ужасные. Почему? Они были, результаты хуже, чем были в прошлом году в Индонезии и Бали. Там более строгие слова были отражены в комьюнике, отражающие действия России против Украины. Сегодня, вот в этом комьюнике, который уже опубликован, и навряд ли оно изменится, потому что у них еще завтрашний день есть, там всячески стараются избегать осуждения России как агрессора. Подчеркивается, единственное, за что зацепились сторонники Байдена и премьер-министр Великобритании Рашид Сунак, например, и Шольц. Они зацепились за то, что вот они, двадцатка подтвердила незыблемость границ, признанных международным сообществом. Это относится к Украине. И нельзя решать спорные вопросы силой. Вот это. Они за эти две вещи зацепились. Так подождите, друзья мои, что за чушь собачья? Почему вы не называете вещи своими именами? Ведь на земле украинской идет геноцид. Вы понимаете, есть ли той же Индии, тому же Моди, который всячески тормозил. Он был против применения строгих слов в коммунике, которые бы осуждали Путина. Он продолжает, как и нашим и вашим, этот самый Моди. Я не знаю, на что он рассчитывает. Он, наверное, забыл, сколько тысяч индусов было уничтожено китайцами. Он забыл, что сегодня только начало включения одного из штатов Индии в новую карту Китая, которая периодически возобновляется. Вы знаете, там не только один из штатов Китая включен сегодня, но и ряд островов Юго-Восточной Азии. Поэтому и Вьетнам, например, Филиппины, Индонезия уже возмущаются. Поэтому говорить о том, что Россия отстаивает свои интересы, и надо учитывать интересы России тоже при решении мирного вопроса, это потакание агрессору. Поэтому я крайне недоволен. И несмотря на то, что Си, главного противника Байдена, не было сегодня, нет на саммите, и Байден, знаете, вот потирал руки, несмотря на то, что он сказал, я очень бы хотел, чтобы Си присутствовал, но он потирал руки, знаете, предвкушая, что он очень легко сможет вот страны, непроиследившиеся страны, непроиследовавшиеся страны, привлечь на свою сторону, на сторону Запада. Но этого не произошло. Абсолютно не произошло. Я вам больше скажу, Моди сделал, знаете, с ног сшибающее заявление. Пусть оно звучит пока на словах, но это заявление отражено в словах Моди о том, что Африканский Союз подключается вот к Бриксу, например. Представляете вы? То есть выбивает почву из-под ног Байдена. Это настолько серьезно. Если учесть, что страны Ошеан еще в марте этого года, а сюда входит 10 юго-восточных стран, тогда еще объявили о дедолларизации своих внутренних отношений, так сегодня уже вот эти вот 21 страна, включая 11 стран Брикс, уже объявили, что они не будут пользоваться долларом для внутреннего пользования. Главная причина, как вы думаете, какая? Это санкции. Эти страны боятся, что рано или поздно, если они там чем-то не понравятся Америке, Америка может объявить санкции долларом. Это ударит по их экономике, по их режиму и по им самим. Вот такой главный довод вот этих стран. А на самом деле это далеко идущие планы, я вам прямо скажу. Это и против нашей с вами родной Украины. Почему? Да потому что Украина же борется за западные ценности. Это демократия. Это то самое, чего нет сегодня в этих странах, о каких мы говорим. Та же Индия, считающаясь демократической, она тоже коррумпирована, узурпирована кланами местными, племенами, если на то пошло. Если по строгой, по каждой букве основ устава демократические страны подходить, Индия не является демократической, если на то пошло. Просто я хочу к вам тому сказать, что положение, я не применю такое нецензурное слово, отвратительное. Это говорит, вот сегодня, это тот саммит, который вот сегодня проходит, он и показывает, что я честно вам скажу, ведь геноцид на украинской земле продолжается. И эти страны третьего мира во главе с Индией, там, к примеру, допустим, та же Бразилия, Южноафриканская республика, там, допустим, и так далее, которые задают тон сегодня в незападном мире, к примеру. Они же узнают каждый день, что происходит в Украине. Узнают, и их мнение почему-то не меняется. Скажите... В сторону гуманности, порядочности. Этого нет. Борис, означает ли... Ну, кстати, для чуда не произошло, для вас. Вы так и предполагали, что... Не надо ждать чуда, да. Но я, кстати, должна сказать, что Украина тоже разочарована декларацией большой двадцатки, и в Министерстве иностранных дел даже подсказали уже верные формулировки. Значит, представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко в Facebook, о чем сообщает Европейская правда, он написал буквально следующее. Большая двадцатка, значит, ухвалила Пицункову декларацию. Украина вдячна партнерам, які намагалась включити в цей тексты и неформулирования. В одной часты, что касается агрессии России против Украины, в группе двадцатки нет, нечем гордиться. То есть они ничего... Абсолютно. Абсолютно. Ужеткой позиции не было. Хорошо, тогда что это может означать? Это означает, что тут поработала российское лобби, Россия, значит, путем подкупа или каких-то там долгих преференций. О чем это говорит, вот так подобное решение? Я, кстати, прошу ваше внимание, также обратить внимание на то, что Эрдоган призывает Большую двадцатку пойти на внимание... На компромиссы. Да, да. Я вчера, мы с вами говорили об этом, это ужасно. Я никак не ожидал от Эрдогана. Я думал, в нем сейчас закипит самолюбие, он предпримет такие шаги, от которых, ого-го, покажется Путину. Увы, он почему-то стал делать реверансы в пользу Путина. Это, вы знаете, это вопиюще. Я вам больше скажу, ведь в обмен на то, что Эрдоган уберет препятствия на пути вступления Швеции в НАТО, Байден согласился дать самолеты F-35 Эрдогану. И не одну штуку, а их там порядка более 20-25, по-моему. Плюс к этому, Байден обещал дать новые системы электроники к ранее полученным Турцией самолетам. Вы представляете, вы? То есть полное обновление воздушного парка Турции, военно-воздушного парка Турции, новыми видами самолетов, которые не каждый удосужен иметь сегодня в мире. И вот несмотря... Плюс к этому, Эрдоган убрал ряд препятствий, санкционных против Эрдогана, которые ранее были приняты в связи с его диктаторскими действиями, как внутри страны, так и за пределами. Короче, несмотря на все это, Швеция до сих пор еще не стала членом. Кстати, до 1 октября он должен дать ответ, и парламент Турции должен ратифицировать это. До 1 октября, кстати. И тогда уже можно будет рассчитывать на то, что Швеция войдет. Я вот просто упомянул вам, на что Запад пошел ради того, чтобы Турцию держать на орбите своих союзников. И тем не менее, вот сегодня удивительно, унизительно повел себя Эрдоган. И несмотря на то, что вы не поверите, сегодня инфляция турецкой валюты сегодня выше почти 60%. Экономика в дауне. После тех землетрясений, которые прошли на юге Турции, к примеру, и после тех радикальных мер, которые принял Эрдоган по поводу развития своей экономики, экономика не восстанавливается. Напротив, она идет вниз. Поэтому на этом фоне, казалось бы, вместо того, чтобы быть ближе к Западу и идти в фарватере европейских стран, напротив, Эрдоган почему-то делает реферанс в сторону Путина. Это обескураживает, это настораживает. И несмотря на то, что мелькает о том, что он Байрактары пытается опять обеспечить Украине, там производство есть уже Байрактаров на территории Украины, это все не радует. Почему? Одной рукой он вроде бы поддерживает Украину, а другой он продолжает держать винтель на нефтедолларе, на газовом долларе Путина открытым. Путин воодушевлен этим. И эти два банка российских до сих пор функционируют в Турции. Это очень важно. Много другое есть. И Эрдоган мог бы воспользоваться тем, что он мог бы прекратить развитие контракта, внедрение контракта по созданию атомной электростанции в Турции. Он мог это сделать, он этого не делает. Короче, вы понимаете, положение крайне серьезное. Если учесть, что товарооборот между Путиным, Россией и Африкой составляет 18 миллиардов долларов в год, а между Турцией и Россией более 100 миллиардов долларов в год. Вы понимаете, это огромные деньги в пользу Путина. Поэтому поведение Эрдогана очень настораживает. Но, поверьте, я вас очень прошу, отбросьте в сторону мою партийную принадлежность. Я это говорю не потому, что я республиканец. Абсолютно нет. У нас немало идиотов и среди республиканцев. Я вам говорю, как американский обыватель, налогоплательщик. Почему? Да потому, что провалы во внешней политике нынешней администрации очень болезненно отражаются на каждом из нас, на налогоплательщиках. Это поэтому его провалы в отношениях и с Эрдоганом, и вот сегодняшний полнейший провал на саммите 20-х. Хотя, вы посмотрите, если вы будете сейчас читать американские СМИ, уже первые отклики на результаты проходящего, еще продолжающегося саммита в Дели, вы прочтете несколько иное. Например, это левые средства массового аэропорта. О, вы знаете, что сделал Байден? Он предложил вот этим внеблоковым странам, так называемым, знаете, как глобальному югу, так назвал моде вот эти страны, которые сегодня идут под флагом Индии и Китая. Они еще будут, по-моему, соперничать, кто из них будет первым лидером. Так вот, Байден предложил им, как вы думаете, что? О, инвестиции. Он пообещал им, что вот эти международные финансовые институты, как Международный валютный фонд, Всемирный банк, они пересмотрят процентные ставки и обязательно предложат этим странам помощь финансовую на очень доступной форме, таким образом, чтобы эти страны не пострадали, а быстро смогли развивать свою экономику. Это не повлияло на них абсолютно. А я вам почему скажу, Китай давно уже доминирует на рынках этих стран. Помните, мы однажды с вами говорили, китайская философия – это peaceful invasion, это мирное завоевание мира. Ему это прекрасно удается. Сегодня нет ни одной страны, где бы не было Чайна-тауна, или города крупнейшего мегаполиса, где бы не было Чайна-тауна. Они есть сегодня почти везде. А эти Чайна-тауны, вы что думаете, местным населением обслуживаются или содержатся? Абсолютно нет. Там, где Чайна-таун, там китайская община, которая крайне нехотя, без большого энтузиазма интегрируется в местные общины. Язык родной остается, газеты свои остаются. Это, кстати, то, что их роднит с русскими, потому что со времен Брайтон-Бич все знают, что русские живут в такой форме, они тоже не хотят учить иностранные языки. И это, кстати, укладывается вот в эту формулу, которая в мечту Путина, потому что все думают, что его картинка мира – это Советский Союз, но ведь он хочет контролировать европейский континент. Ну, скажем, Азию он хочет отдать китайцам, значит, в Европе он будет царствовать сам, ну и что-нибудь там достанется, ну, не знаю, там Южной-Южной Америке, кто-нибудь там, значит. Да, я с вами согласен. Единственное, я с чем не могу с вами согласиться по Брайтон-Бич. Брайтон-Бич долгое время оставался русскоязычным по одной главной причине. Ведь сюда приезжали беженцы, именно по беженскому статусу, в основном пожилые люди. А в пожилом возрасте осваивание иностранного языка практически невозможно за короткий срок. Поэтому тот Брайтон-Бич, который был когда-то 30-40 лет назад и до сих пор на слуху, он уже давно не тот. Потому что у тех иммигрантов, которые приезжали по беженскому стату, кстати, очень много одесситов, вот из Одессы было много, вот, и с Украины очень много, подавляющее большинство, между прочим, у них уже второе-третье поколение в этой стране. Они уже, во-первых, мало того, не возвращаются на Брайтон-Бич, так они уже полностью интегрированы в американское общество, прекрасно владеют английским. И я вам скажу, что уже внуки не говорят на русском, абсолютно нет. Они говорят только на английском. Или одни уже учат second language, берут китайский, или берут second language испанский. Вот так вот. Поэтому это стереотип, который остался из прошлого, о Брайтон-Бич русскоязычном. Я попутно напомню, вам был анекдот, это реалии говорят, вот идут по Брайтон-Бич, две подружки встречаются, обе одесситки, одна, вторая говорит, hello, how are you? А та говорит, ой, здрасте, а что ты вдруг перестала со мной говорить на русском? А та отвечает, а я боюсь, что Путин услышит, что мы говорим на русском, и приедет нас спасать. Я бы этого не хотела. Так вот, это вот еще и есть. В общем, Россия заканчивается там, где заканчивается русская речь, да. Совершенно верно. Хорошо, но в Азии контроль, контроль Китаем над Азией, Россией над Европой. Насколько эту формулу удастся Путину осуществить? Есть какая-то, не знаю, Ну, здесь... Вот, знаете, вот при всем том, что очень устрашающе звучит сегодня объявление МОДИ о том, что Африканские союзы уже подключаются к странам БРИКСа, например, а к этому добавьте еще, и о России там не упоминалось, а ведь Россия остается членом БРИКСа. Именно Россия инициировала создание БРИКСа, между прочим. И Китай просто взял лидерство сегодня. И то, что Си не приехал сегодня на саммит, это был такой принципиальный посыл Байдену, что он его игнорирует, что сегодня он лидер внезападного мира. И он именно... Запад будет рано или поздно зависеть от именно Африки, Юго-Восточной Азии и даже Южной Америки. Поэтому это все говорит о том, что Америка, считающая себя лидером мирового сообщества, сегодня пожинает плоды в провалах во внешней политике за последние 30-40 лет, игнорируя, во-первых, и Африку, и Юго-Восточную Азию, и, конечно же, Латинскую Америку. Почему? А я вам скажу, вы это должны были уже ощутить на себе. И, во-первых, величайшей бедой Запада, прежде всего Америки, было желание экспортировать демократию. Экспорт демократии – это преступление. Демократия – это эволюционный процесс, а не революционный. Мы же, американцы, игнорируя это, пытались навязать свой образ жизни и в исламских странах, мусульманских, Ближнего Востока и Африки, и юго-восточных странах, абсолютно игнорируя их историю, их традиции, их быт. А маленький вам наглядный пример, как мы с позором ушли из Афганистана, вернув власть в Афганистане вот этим талибанам, оголтелым, этим консерваторам. Вы знаете, еще неизвестно, к чему они приведут эту свою страну, но мы вынуждены были признаться, что за 20 лет мы ничего не смогли с этой страной путем навязывания западных ценностей. Они не привелись, отторжение произошло, народ не принял это. А это разве можно было бы чувствовать только путем опыта? Подождите, но не приняли тут, понимаете, по сути, на территории Афганистана Америка воевала с Россией. Ну вот, давайте... Ну, если это было 90-е годы, вы помните, 80-е началось, Афганистан, это, знаете, я вам скажу, при Брежневе, но я там другие... Цель была другая, надежда была... Уход Соединенных Штатов из Афганистана Россия записала себе в копилку побед, своих побед. Ну, она практически... Ну, вы знаете, Россия может себе приписывать все, что хочет. Она же... Кто там закроет ее рот? Никто. Она сегодня одно, завтра другое, пусть завтра третье, в зависимости от того, где она пользуется, пользуется бенефитами там или какие-то имеет приобретения. Что касается реалий, то просто Талибан не так-то уж и послушен Путину, я вам прямо скажу, Талибан играет свою игру. С одной стороны, он продолжает, как, знаете, хороший теленок, сосать молочко у Америки, потому что Америка по сей день посылает гуманитарную помощь тому же Талибану, не только Америка, но и Европейский Союз. Поэтому Талибан сегодня пытается балансировать. С другой стороны, надежда у Америки, что будет напряженное отношение между Талибаном и Ираном. В общем, там тоже есть определенные отношения по опросам использования водных ресурсов, к примеру. То есть там очень есть такие наметки развивающихся конфликтных отношений между Талибаном и, допустим, тем же Ираном внутри исламского мира. Но я просто возвращаюсь к главному, что наши провалы по отношению к развивающимся странам, странам третьего мира, они настолько сегодня очевидны, что этим пользуются и тот же Китай, и та же Россия, и даже Индия. Индия, которая обязана, честно говоря, всему позитиву, что она сегодня имеет, именно западной культуре. Именно то, что сегодня Индия с успехом осваивает космос, то, что сегодня, я вам скажу, это тоже успех Индии. В 20 городах Великобритании мусульмане, мэры, половина из них выходцы из Индии. И то, что премьер-министр Индии является индус тоже. А в 50-х разве не так? В Америке полно. В Америке крупнейшие корпорации во главе с Гуглом экзекутив-директор является индусом. То есть, что там говорит? Роман Свани, пожалуйста, молодой парень, родившийся здесь 38 лет, пожалуйста, уже теоретически может стать президентом Америки. Где такой слыхан? Да, я хотела об этом как раз спросить. Вот его радикальность в высказываниях, насколько она лишает его или наоборот дает шанс на победу, какова расстановка сил, ну и, конечно же, не могу не спросить про Трампа, не изменилось ли его настроение на участие? Это хороший вопрос, но начну с самого главного. Успехи Роман Свани, они обнажили еще раз недостатки школьного образования Америки. Почему? Да потому, что вместо того, чтобы в начальных классах объяснять детям семи лет ценности нашей страны, почему их родители, папы, мамы, дедушки, бабушки выбрали эту страну для эмиграции, а не какую-нибудь, даже не Великобританию, даже, не Францию, не Германию, я не говорю о Бразилии, не говорю там о африканских странах или любой европейской страны, нет, я не говорю уже о Китае, а именно Америку. И почему по сей день нет такой страны, которая бы не привлекала такое количество желающих попасть в Америку и жить в Америке. Я вам больше скажу, вот за последние два с половиной года пребывания Байдена во власти 7,3 миллиона уже пересекли границу, нашу границу с Мексикой. И что вы думаете, это все латиноамериканцы, ничего подобного, из 54 стран мира проникают в нашу страну. Да, больше половины это латиноц, это южноамериканских стран, но там очень много из Европы, очень много из Юго-Восточной Азии, Украины, ну, Украины, понятно, украинцы настолько патриоты, что сегодня уже немало тех, кто хочет возвращаться в свои края, и даже дети подросли, уже вот стали повзрослее, хотят, знаете, примкнуть к вооруженным силам Украины, защищать свою страну, это отдельная статья, но из России бегут, из Белоруссии бегут, еще как бегут, из той же Северной Кореи бегут, из Китая бегут, короче, из тех стран, которые у нас на слуху, как у противников Америки, и они бегут не от хорошей жизни. Короче, другими словами, Америк, вот я возвращаюсь к Ромасване, я вам хочу сказать, что он, будучи талантливым по природе своей, надо восхищаться его способностями, он закончил два выдающихся университета американских, Гарвардский и Ельский, и он self-made бизнесмен, он миллиардер в фармакологическом бизнесе, он, понимаете, и, казалось бы, он, выражая патриотические чувства к Америке, говорит, такие глупости, мне кажется, что он с другой планеты приехал, вдруг упал, вот неожиданно, вы знаете, вот летел мимо, и вдруг там что-то произошло техническое, и он свалился на нашу страну, и не знает, где он находится, у меня такое ощущение, почему? Да потому, что он понятия не имеет, почему сегодня 64% американцев, здешних, независимо от партийной принадлежности, поддерживает Украину, и это несмотря на высокие цены на товары первой необходимости, на высокие цены на бензин, высокую преступность, шквальную, огромную, нелегальную иммиграцию, которая привезла, уже говорят об этом открыто, такие заболевания, о которых Америка давно забыла, и на этом фоне, как он может говорить об Украине и о президенте Украины Зеленском, как о террористе, вы представляете, который, видите, нам не нужен, надо отдать России, и пусть она сама занимается этой Украиной, нам нужно вырвать Россию из объятий Китая, это такая тупость, безграмотность, слов нет, к сожалению, таких немало, такие есть еще, и вот эти вот, там у нас набирается из 17 конгрессменов в Нижней Палате, 5 точно мыслит, как он, 5, но это мелочи, я вам прямо скажу, это не имеет никакого отношения к принятию решений элиты американской, американская элита это ядро, сплоченное, двухпартийное, республиканская, демократическая, которая за неукоснительную помощь Украине до полной ее победы, так вот, я вам сейчас приведу самые свежие цифры, которые еще многие могут не знать, потрясающий, был проведен опрос Fox News среди самих республиканцев, кто может сегодня победить Байдена из республиканцев, тех, кто стоял на подиуме вот первый раз, когда прошли дебаты, кстати, вторые дебаты будут 27 сентября, так вот, самое интересное, на первом месте Микки Хелли, которая побеждает Байдена в соотношении 49-43 в пользу Микки Хелли, Трамп, Байден, поровну, по 46, Десантис, поровну, по 47, Майк Пенс, 46 в пользу Майка Пенса, 44 в пользу Байдена, окей, дальше идет Рамас Вани, он единственный, который проигрывает Байдену, проигрывает, причем 48 у Байдена и 44 у Рамас Вани, вот сделайте из этого вывод, и это сами республиканцы, сюда еще не подключались и демократы, и независимые, так вот, не надо пугаться, Рамас Вани, но нас, американцев, это должно остораживать, почему? Это тенденция, это не исключительное явление, это тенденция, которая может развиваться, набирать обороты как вширь, так и вглубь, а для этого нам пища для размышлений, нам, мы должны что-то предпринимать. Я, кстати, только хотела сказать, что вас ведь посредством нашего канала смотрят и американские избиратели, поэтому надеемся, что эти слова будут услышаны. Спасибо огромное за вашу точку зрения, спасибо за возможность вас услышать и спасибо нашей зрительской аудитории за внимание и доверие нашему каналу. Спасибо и до скорых встреч. Спасибо большое, слава Украине. Субтитры создавал DimaTorzok